Продолжение следует... И прямо сейчас NVIDIA опустилась ниже под Microsoft в битве за самую дорогую корпорацию. Недавно она была номером один на этой неделе, но сейчас она опустилась и стала ниже Microsoft. И, кстати, Apple также упала на 2%. Apple очень крупная компания в списке S&P. И если мы переключимся на дневной график S&P 500, то увидим, что у нас красный день календаря. Но это не обязательно очень значительное падение. Почему? Да потому что мы по-прежнему находимся значительно выше нашего тренда. У S&P пока еще не образовалась свеча, проваливающаяся вниз. Перевернутой свечой может стать что-то типа пробоя и закрытия под трендовой линией. Формируя нисходящий верх, пробой вниз и т.д. и т.п. Но пока мы сидим хорошо на этой трендовой линии. Но NVIDIA все-таки немного покачала рынок. Это я вам все рассказываю для контекста понимания, почему рынок ведет себя так, как сегодня. Но переходя к теме биткоина, мы видим, что сегодняшняя дневная свеча, которая совсем недавно в краткосроке хорошо отскочила, вдруг потеряла все эти прибыли. Почему же это произошло? Это рандом, а вот и нет. Все кругом взаимосвязано. Если мы посмотрим на график биткоина, все выглядит хорошо, мы росли вверх, потом жестко съехали вниз. Если мы посмотрим на открытие фондовых рынков, мы увидим, что так же поехал вниз и биткоин. И люди, конечно же, скажут, посмотри, ведь биткоин падал до того, как начал падать S&P, даже открылся вот здесь. То есть нет корреляции, что ж? На самом деле, если вы откроете фьючерсы S&P 500, то увидите, что рынок фьючерсов S&P начал падение прямо на открытии. Они сначала оба стремились вверх, а когда открылся рынок фьючерсов и поехал вниз, биткоин пошел в корреляции так же вниз. За день. Цена уехала за один день. Вот почему рынки сегодня ведут себя так, как ведут. Ведь повторюсь, что все взаимосвязано. Вот почему очень важно всегда смотреть на рынки фонды. И хоть не всегда они делают совершенно одно и то же, но на более крупном пентфрейме, в направлении, они коррелируют. В направленности. Так что, ребят, хочу быстро вам дать новости по этой корреляционной ситуации и этой вещи, которую я изучал в большей степени, как аналитик корреляцию биткоина и фонды. Но, несмотря на это, биткоин по-прежнему сохраняет траекторию восходящих низов. Причем многие меня спрашивают, а находимся ли мы все еще в бычьем рынке? И вообще, бычий ли это рынок? Если вы немного отложите свою точку зрения и просто посмотрите на график, только и только на этот график, то что мы здесь увидим? А увидим мы с вами серию из восходящих низов. И это аптренд. Это по определению бычий рынок. Биткоин в шаге от исторического максимума. Биткоин в 13-14% от нового исторического максимума. Так что, ребят, это бычий рынок. И сейчас биткоин находится в ситуации готовности сделать экспоненциальный восходящий низ, который будет частью параболического роста. Сейчас, да, можно сказать, что мы этот параболический рост поломали. Но параболический рост — это не требование к тому, чтобы бычий рынок продолжался, а лишь тренд со специфическим стилем. Параболический тренд, экспоненциальный. Но в чем его значимость и почему это так важно? Это так важно, потому что это дает вам определенную траекторию, основанную на определенном уровне импульса. И важность параболической трендовой линии попросту заключается в поддержке этого импульса. Это вовсе не требование. Если параболический тренд нарушается, то вовсе не значит, что наступает медвежий рынок. В теории, биткоин может просто идти в боковике до самого конца года, а позже пойти вверх. Вовсе не обязательно, что наступает медвежий рынок. Это значит, что лишь импульс иссякнет, если мы на самом деле пробьемся вниз. И текущий параболический тренд показывает, что закрытие недельной свечи под трендовой линией, что если все-таки недельная свеча закроется под этой трендовой линией, что-что мы можем получить сокращение импульса. Нарушение тренда означает потерю предыдущего накопленного импульса, который у нас был на пути к этой зоне. Вот почему параболический тренд важен. Это вопрос импульса. Поэтому удержим ли мы предыдущий уровень импульса, чтобы достичь цели в 90 тысяч быстрее, нежели позднее? Что ж, вот что на самом деле и означает отслеживание этого тренда. И вот вам диаграмма из учебника рядом с движением цены. И биткоин все еще выглядит как полная копия этой картинки с параболической диаграммой. Хоть у нас и имеется небольшой провал под эту траекторию. То есть пока определить, что произошло, нельзя. Пока эта недельная свеча не закроется. Ведь хорошее недельное закрытие, если вдруг произойдет невероятная прокачка, памп и неделя закроется выше, то все выглядеть будет очень-очень хорошо. Вероятно, что мы достигнем 90к быстрее, нежели позднее, удерживая нашу траекторию и импульс. Вот о чем здесь идет речь. Итак, чтобы было предельно понятно, не идет речь о том, что это необходимо для бычьего рынка. Также хочу сказать, что это не является моей вершиной бычьего цикла, целью прямо сейчас. Это цель текущего параболического тренда. И если мы все-таки там окажемся быстрее, нежели позднее, то это может привести к быстрому внезапному пробитию, боковику и продолжению двигаться еще выше в 2025-м. И возвращаясь к логарифмическому графику, мы видим, что по определению это все еще аптренд. Не говоря о параболическом тренде, это по-прежнему остается серией восходящих низов. И прямо сейчас биткоин точно сидит буквально в облаках. В 13-14% от исторического максимума. И конкретно биткоин ведет себя экстремально и экстремально хорошо. Биткоин показывает, насколько это можно хорошие результаты, без перебития исторического максимума. Это правда. Да, возможно, альткоины не так хорошо себя ведут. Но это не значит, что у биткоина не все хорошо. У биткоина все просто фантастически. Фантастически. Если у вас в портфеле только биткоин, вы должны быть счастливы. И не забывайте, что все кругом связано. Так что, если, друзья, у вас хорошие идеи о том, что может происходить в рынке, не забывайте смотреть на S&P. Также NVIDIA, Microsoft и Apple являются топовыми игроками. Ведь сейчас огромное количество денег закачивается в NVIDIA, в ведущие технические компании, и все такое. И это сыграет ключевую роль в поведении спекулянтов. Ведь они используют фондовый рынок для определения уверенности своих спекулятивных действий в высокорисковых активах, таких как биткоин. И последняя, но не в последнюю очередь, это 120-дневная скользящая средняя. Это SMA за 120 дней. И эта кривая играет очень важную роль в предыдущих циклах. Если мы с вами окунемся в историю, посмотрим на 2015-й, и посмотрим на 120-дневную скользящую среднюю, то увидим, что она отразила полностью бычий забег и стала главным уровнем поддержки. В течение 2017-го много раз. Она также включила в себя уровень сопротивления в медвежьем рынке 2018-го. Она включила уровни, предшествующие пробитию в 2018-м, а также уровень пробития в 2018-м году. И это все продолжается и продолжается. В ковиде немного расколбасилось, но включила большую часть бычьего рынка 2021-го, став также важным уровнем поддержки. Здесь, в 2021-м, а также включила свечу пробития в 2022-м. Мы оставались под ней в большей части 2022-го, а также мы от нее отскочили вот здесь, в марте 2023-го. Все это продолжает работать. Мы отскочили от нее вот здесь, в мае текущего года. Поэтому это очень важная скользящая средняя. Иногда она может сигнализировать о крупнейших разворотах рынка. В 2023-му биткоину было множество ложных пробитий под нее. То есть она не всегда идеально отрабатывает, но она остается важной скользящей средней, и в настоящий момент мы пытаемся ее удержать. Прямо сейчас для биткоина. Это то место, где быки ведут свою битву, отстаивая уровень 120-дневного SMA. Так что советую с этим следить. Надеюсь, вам это видео понравилось, и на сегодня это все. Не забывайте подписываться на канал CryptoCommons, ставить лайки и писать в комментариях, как вам нравится этот контент. Также спасибо нашим друзьям из BlaBlaCrypto, которые сделали этот перевод. А еще, если вам нравится быть в курсе оперативных новостей, сопровождаемых объяснениями и разъяснениями, то знайте, что ваш любимый ньюсблог переехал на BlaBlaCrypto. Он стабильно выходит три раза в неделю, поэтому подписывайтесь на BlaBlaCrypto, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. На этом все. Желаю удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok